Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, вы на канале Мистериос и сегодня у нас с вами очередное загадочное дело. Поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте потихоньку с вами начинать. 23 августа 1912 года семья Донбар вместе со своими друзьями отдыхали в семейном домике, что находился в штате Луизиана. Территория вокруг это густой лес и болото. Отец семейства Перси уехал на работу, мать Лесси готовилась к барбекю, а Бобби со своим братом Алонсо играли во дворе. Друг семьи по имени Пол Мизи часто брал Бобби с собой на рыбалку или прогуляться в горы. Он называл парнишку Хэйви. Это прозвище отражало непростой характер ребенка. В этот день Пол предложил детям пойти на озеро, на что мать Донбар дала добро. Когда компания вернулась домой, обнаружилось страшное. Бобби куда-то пропал. Задается главный вопрос. Как же можно потерять ребенка? Давайте поговорим об этом немножко поподробнее. После этого исчезновения Лесси и Пол тут же отправились в лес на поиск мальчика. Но никаких зацепок не было. В поисках тела Бобби забрасывали крюки в болото, взрывали динамитом воду, разрезали животы аллигаторам, которые могли им пообедать. Несколько недель Пол, Мизи вместе с остальными гостями оставались в доме и продолжали искать. Единственная найденная зацепка – это следы босых детских ног, которые вели к железной дороге. Это давало некую надежду, что Бобби похищен, но не погиб. Предполагалось, что некто на лодке мог схватить мальчика возле берега и отвезти на северо-запад, где находилась железная дорога. 26 августа родители обратились в полицию ближайшего крупного города, Нового Орлеана, и разместили более 700 листовок и объявили награду нашедшему сына. 4 года и 4 месяца, крупный, но не толстый, большие голубые глаза и светлые волосы. На левой ноге есть ожог и шрам на большом пальце. И вот спустя 8 месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Семья Танбар получила письмо, в котором говорилось, что подходящего под описание мальчика видели в штате Миссисипи с неким Уильямом Уолтерсом. Ноги ребенка были в грязи, поэтому разглядеть тот самый шрам никто не смог. Полиция немедленно задержала Уолтерса. Подозреваемый путался в показаниях и не мог нормально объяснить происхождение мальчика. Сначала это был его сын, потом уже его сестры и так далее. Жители города были уверены, что это был Бобби. Семья Танбар, узнав об этом, скептически отнеслись к совпадению до того, как получили фотографию ребенка. Они немедленно выдвинулись в Миссисипи для опознания. У мальчика обнаружили шрам на большом пальце, левой ноге и родинку на шее, как у Бобби. Однако он не отозвался на имя и не хотел контактировать ни с кем из семьи Танбар. Полиция была на стороне Танбаров, поэтому разрешила Лесси, матери Бобби, провести немного времени с мальчишкой. Материнский инстинкт сработал, сомнений не осталось. Это ее сын. «Слава Богу, это мой мальчик», — сказала она. Однако тот самый Уолтерс заверял полицию в том, что это никакой не Бобби, а Брюс Андерсон, внебрачный сын служанки его родителей по имени Джулия Андерсон. Он утверждал, что Джулия добровольно дала ему мальчика для совместного путешествия в соседний штат. Андерсон информацию подтвердила, но тут появились новые подробности. «Я действительно разрешала Уолтерсу взять моего сына с собой на пару дней. Они уехали в феврале 1912 года. С тех пор я не видела своего мальчика». Кстати, похищение детей в те времена каралось смертной казнью. Поэтому Уильям написал письмо семье Донбар. «Вы не правы и знаете это. Я лишусь жизни, если вы не передумаете. Ответственность понесете перед Богом». Что подозрительного может быть в мужчине, который таскает за собой мальчика, происхождение которого не может ни одно объяснить. Джулия Андерсон была также приглашена в Миссисипи для опознания. Она узнала в этом мальчике своего сына. Однако горожане уже сделали свой выбор в пользу Донбаров. Местные газеты называли Джулию проституткой, которая не знает, как выглядят ее собственные дети. В честь чудесного возвращения по всему городу развесили цветы, а мальчика катали по центральным площадям. Целый парад собрали, представляете? Счастливые родители в свою очередь одарили сына. Дома его ждала собственная пони и велосипед. Он вырос, женился, нарожал детей и умер в 1960 году, называя себя Бобби Донбар. Уже после признания Донбаром, Джулия вновь посетила мальчика. Он не отозвался на Брюса, не захотел с ней контактировать, как и при первой встрече с Лейси Донбар. Джулия также не сразу узнала в нем сына. Маргарит Донбар, внучка Бобби, в 1919 году всерьез заинтересовалась легендой своего дедушки. Она нашла старый скраббук, состоящий из более чем 400 статей про пропавшего родственника. Это был настоящий пазл. Я чуть не сошла с ума, пытаясь связать его части. В статьях было слишком много несостыковок, а реакции обеих матерей были описаны по-разному. В одной из выдержек говорилось, что Бобби не узнал ни мать, ни брата, ни отца, или Пола Мизи. Линда Тарвер, внучка Джулии Андерсон, позднее рассказала журналистам эту историю с перспективой ее семьи. «Все в нашей семье знают, что наш дядя был похищен Донбарами. Именно похищен, они его украли». Наконец, за всю историю дела в голову потомкам Донбар пришла здравая идея. «Тест совместивости ДНК». Многие были против и просили не ворошить прошлое. Проба была взята у сына брата Бобби, Алонца-младшего. Но тут вы, наверное, уже сами догадались, что вообще ничего не совпало. Получается, ребенок все же был Брюсом Андерсеном? Что же тогда на самом деле стало с настоящим Бобби Донбаром? Ответ на этот вопрос мы, я думаю, уже никогда не сможем получить, к сожалению. А вам я хочу сказать спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. И обязательно напишите в комментарий, что вы думаете, где все-таки Бобби и почему все так странно произошло. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok